МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это кадры уникальной операции, которую делают в Швейцарии в клинике Женалье. Человеку, который не может ходить, возвращают подвижность суставов. Никаких разрезов, только лапароскопия. Через проколы врач вводит инструменты и микроскопическую камеру. На экране видно, как на поврежденный стертый сустав укрепляют новую хрящевую ткань. Ее вырастили в лаборатории из собственной плазмы пациента. Для организма она родная. Человек встает с постели уже на следующее утро, а через неделю бывший инвалид выписывается. Марсель водитель лимузина и везет из аэропорта новую клиентку. Вокруг и велические пейзажи, и корова на зеленых лугах. Но пассажирке не до пейзажей. Ей предстоит операция. Марсель не унывает. Ничего, скоро мадам будет улыбаться. Мадам Лакур, новый гость. Подойдите, пожалуйста. Спасибо. Клиника снаружи похожа на санаторий. Внутри – на хорошую гостиницу. Каждого пациента встречает координатор, а иногда еще и переводчик. Ведь не все говорят по-английски или по-французски. Мы получили результаты ваших предыдущих обследований, и на основании этих результатов подготовили вам следующую программу. Сегодня утром у вас кардиология, а потом обследование в онкологическом отделении. Теперь самый интимный вопрос – счет за услуги на 30 тысяч франков. Операции без разрезов стоят недешево. Зато на пребывание в клинике можно сэкономить. Восстановление проходит быстро. Четыре дня госпитализации ищут, собственно, за саму операцию, медицинские препараты и услуги анестезиолога. В Швейцарии не принято вывешивать на сайте цены. Пациентов из России это шокирует. Швейцарских докторов шокируют диагнозы российских пациентов. Недавно к нам приехал пациент из Москвы, достаточно человек с возможностями большими и так далее. Ему не был поставлен диагноз. Я уже не знаю, куда он ходил, где он лечился. Здесь был поставлен 24 часа диагноз. К сожалению, его нужно было прооперировать. Его прооперировали, но спасли. У нас очень много случаев. Я уже говорила, еще раз скажу. Примерно 50% не соответствуют диагнозу. Обычно все наоборот. Пациент приезжает на операцию, а швейцарские врачи – против. Евгений – профессиональный спортсмен. Много лет его беспокоят травмом позвоночника. Правду о своем здоровье он ждет, затаив дыхание. Так, вдохните поглубже и задержите дыхание. Хорошо? Хорошо. Пэт-сканер похож на бублик. Но этот бублик очень умный. Не просто показывает органы на мониторе, а отличает больные от здоровых. Причем на самых ранних стадиях, когда глазом изменения еще не видны. При подозрениях на проблемы с сердцем, рак или нейрологию, машина ставит диагноз за час. В России такой прибор тоже есть, в кремлевской клинике. Но Евгений решил, в Швейцарии дешевле и без очереди. Положите руки за голову, повернитесь направо, теперь налево. Ни один прибор, даже самый умный, не заменяет живого доктора. В Швейцарии, чтобы стать врачом, нужно учиться 12 лет. А стоит один раз ошибиться, и все, прощай лицензия. Поэтому больше, чем гонораром, врачи дорожат репутацией. Я посмотрел ваши снимки, а сейчас посмотрел, как вы двигаетесь. У вас, конечно, затрудненное для вашего возраста движение. Вы должны двигаться значительно свободнее. Однако я считаю, что операция вам не нужна. Мы назначим лечение и решим вашу проблему медикаментозно. Когда даже швейцарские медикаменты бессильны, на помощь приходят высокие технологии. В клинике Женалье пациенту готовы заменить любой сустав, причем его сделают по индивидуальной мерке, как костюм в ателье. Прошу вас, мадам, вот здесь вы будете жить. Сразу хочу показать вам, где можно разместить багаж. Вот здесь в шкафу есть полки, плечики и сейф. Это очень важно. Рядом ванная комната и туалет. Здесь есть все необходимое для дамы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А вот еще одна ванная комната. Пациенты из России чаще всего приезжают с семьями, поэтому берут номер с двумя кроватями или одной большой. Пока один из супругов делает операцию, второй, пользуясь случаем, проходит обследование. Получается семейный оздоровительный отпуск. Мы сегодня будем готовить легкий овощной суп из тыквы. У нас есть хорошенькая маленькая тыковка, которая только что приехала к нам с рынка. И у нас есть немножко морковки, местные каштаны и фисташки, и немного масла, чтобы закончить блюдо. А украсим мы его кусочком пармезана. Обратите внимание, какая тонкая кожица и какая твердая. Это значит, тыква очень спелая. В клинике еда – часть лечения. Шеф-повар ресторана – специалист по блюдам хорошего настроения. Ведь его клиенты плохо себя чувствуют и капризничают. Пока официант в зале разливает по бокалам минеральную воду и вино из собственных виноградников клиники, на кухне два помощника шеф-повара колдуют. Один над горячим, другой над десертом. Вы видите, тыква – такая вещь, что практически не нуждается ни в каких добавках и красителях. Она сама по себе выглядит очень аппетитно и натурально. Наши гости предпочитают всё натуральное. Здесь натуральная не только еда, но и посуда. Шеф-повар наливает суп прямо в маленькую тыкву и украшает блюдо цветком. Он тоже съедобный. Хотя филе дорады на гриле не в пример аппетитнее. Однако в этом ресторане главное правило. Еда должна быть обильной, но очень лёгкой. Так что ещё и для десерта место останется. Смотрите, я кладу сюда очищенную грушу и добавляю сахар и стаканчик воды. Теперь это должно вариться в течение часа на очень медленном огне. Когда груша, сваренная в ванильном сиропе, готова, её украшают фисташковым печеньем и поливают густым шоколадом. Сразу становится понятно – это меню рассчитано на слабый пол. Доктор Зайдлер вернулась в кабинет после операции. Она только что спасла жизнь женщине. Доктор очень устала, но чувствует себя счастливой. У этой женщины будет ребёнок. Здесь очень важен контакт с пациенткой. Понимаете, женские проблемы очень деликатные. Женщина не всегда может справиться со своими состояниями, из-за этого у неё ухудшаются отношения с окружающими. Она приходит расстроенная, удручённая этими обстоятельствами. И нужно очень доверять врачу, чтобы лечение было успешным. И лечение должно быть очень индивидуальным. Подлечился сам? Привези родителей. Многие российские пациенты делают это. Здесь, на берегах Женевского озера, после комплекса производственной гимнастики, приходит вторая молодость. И, глядя на это, хочется порадоваться, что хоть у некоторых наших пенсионеров дети – миллионеры. Марина Петухова, Александр Потапов, Ольга Клещевникова, Александр Громыко. Женева, Швейцария. При содействии сети клиник «Женалье» и авиакомпании «Свиз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова